Российское представительство Hyundai объявило цены на обновленную Elantra. Прилично оснащенная базовая комплектация подорожала на 20 тысяч рублей. Стартовая версия седана стоит теперь 1 миллион 49 тысяч рублей. Она максимально универсальная, это и семейные автомобили, личного пользования, это и корпоративные автомобили. У нас есть целый полукорпоративный клиент, который на постоянной основе использует этот класс автомобиля. Но если мы говорим про перспективу, конечно, это сегмент Elantra, достаточно стабильный сегмент. То есть ожидать каких-то взрывных продаж роста мы не приходится. Обновление принесло Elantra совершенно иную внешность с эффектной диодной оптикой. Изменился и салон. Здесь новые материалы отделки, новый блок климат-контроля и большой 7-дюймовый дисплей. По технической части без новостей. Под капотом прежние бензиновые моторы объемом 1,6 и 2 литра ровно, которые выдают соответственно 128 и 149 лошадиных сил. Коробок тоже 2, 6-ступенчатый автомат и механика того же диапазона. В честь запуска Elantra компания обновила и программу Start, которая призвана помочь покупателям выплачивать автокредит. По замыслу, часть кредита, а именно остаточную стоимость, банк фиксирует и не включает ежемесячный платеж. Таким образом, хозяин ездит на машине 3 года, не оплачивая сразу всю ее цену. А через 3 года встанет выбор, что делать с автомобилем и остатком долга. Мы объявляем совместно нашим банком-партнерам Совкомбанком гарантированную банком остаточную стоимость на уровне 50% на все модели Hyundai. Это через 3 года с пробегом 90 тысяч. То есть, грубо говоря, это плюс 5% к тому, что было у нас в прошлом году. С 45 до 50. В нынешнем году Hyundai планирует продать в России около 8 тысяч седанов Elantra. Редактор субтитров А.Семкин